С улиц перешли в помещение. После того, как из Самары с начала года вывезли больше ста киосков, предприниматели перебазировались на первые этажи жилых домов. Число таких магазинов увеличивается в геометрической прогрессии. В основном открывают пекарни и пивные. Причем каждый второй магазин торгует именно спиртным. Видна тенденция увеличения в 2017 году по сравнению с 2016. Количество торговых объектов, реализующих пиво и пивные напитки, плюс 20%. Рост на 20% тревожный. Мне кажется, здесь нужно поглубже проанализировать, посмотреть. Если у нас опять возникает ситуация, что люди зарабатывают деньги, а санитарное состояние или режим тишины не соблюдают, значит, этому нужно выстраивать какие-то барьеры. Районные власти вместе с полицией, госжилинспекцией и налоговой службой обследовали полторы тысячи магазинов, где торгуют алкоголем. Выявили почти тысячу нарушений. В основном это отсутствие документов и антисанитария. На особом контроле ситуация с незаконной рекламой. Сейчас заключено 4 муниципальных контракта на демонтаж 80 конструкций. Также комитет по рекламе отправил письма компаниям, которые размещают свои объявления на незаконных счетах. Незаконные рекламщики, они процветают благодаря тому, что их поддерживают, собственно, рекламодатели. И правильно делаете, что информируете руководство о том, что их подчиненные сотрудничают с незаконными компаниями. Уже до начала сентября в Самаре должны убрать 300 нелегальных рекламных счетов. Такое поручение дал глава города.